Новая экзотическая винтовка Вечная Охота, один из главных экзотов дополнения финальной формы, а квест на неё мой любимый за это дополнение. Я говорю это благодаря основному перку снайперки Возмездия Кейда, который дарит вам по факту ещё одну ульту, Золотой Пистолет. Ну а история квеста это просто всё, о чём мы могли мечтать, ожидая встречи Кейда и Ворона. В этом видео поговорим и о том, как получить экзот, и подробнее взглянем на то, как он работает. Для того, чтобы получить винтовку, вам нужно сначала пройти кампанию финальной формы, на любой сложности, и взять квест Героическая Судьба на меч Эрго Сум. Дело в том, что эти квесты связаны, и вам нужно сначала начать делать квест на меч, чтобы после второго этапа взять квест на Вечную Охоту у Кейда 6. Кстати, видос про квест на Эрго Сум вышел вчера на канале, так что посмотрите сначала его, чтобы не запутаться в этом сплетении экзотических поручений. Ну и кстати, если же вы совсем не хотите тратить время на квесты, вы можете обратиться за помощью к сервису Двинг, которые уже много лет помогают стражам сэкономить время и нервы на фарме и прохождении сложных активностей. Благодаря обновленным опциям сервиса, вам больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники Двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе в качестве сопровождения. Любой контент нового дополнения финальная форма может быть пройден вместе с вами. Цены стали, кстати, ниже и доступнее, а по предоставленному промокоду TripleVibe вы получите специальную скидку 15% на любую из услуг. Ссылку на сайт оставлю в описании. Теперь назад к прохождению квеста. После того, как вы возьмете квест у Кейда, совершите прыжок вверх из башни к флагу с миссией «Шальная карта». Миссия, повторюсь, прекрасная и подарит вам дружный опыт охотника авангарда в компании Кейда и Ворона. В начале миссии вам предложат осмотреть местность и отследить несколько скрибов. Локация большая, так что имейте в виду, что тут вы можете использовать свой сперру. В конце концов вас попросят разбить лагерь, разжечь костер, палатку поставить и вот это вот все. После снова отправляйтесь в патруль, исследуйте отметки на карте, сканируйте находки и добирайтесь вот сюда, до отметки для флага. Здесь вам предстоит небольшая битва с боссом, боевым зверем. Там простая механика боя, когда он будет вешать защитный щит, просто зачищайте силовые поля от противников. Когда вы в конце убьете этого пса, вернитесь в лагерь, ночуйте в палатке и отправляйтесь на следующие вылазки под комментарий Кейда и Ворона. Зачистите несколько областей и вновь вернитесь в лагерь. Вновь довоните храпака в палатке, а потом отправляйтесь на другое задание в небольшую пещеру. Прожимайте короткий путь и телепортируйтесь на задание. Тут вас ждут очень забавные диалоги Ворона и Кейда, а еще отстрел жестянок на дистанции, так что возьмите что-нибудь дальновойное. Выйти за пределы этой пещеры не дадут. После этого сражения и еще одного привала в лагере с лучшими охотниками авангарда, а не всякими ноунеймами Миками-10, да? Отправляйтесь на последний этап квеста. Он самый увлекательный и включает в себя офигенную катсцену. Так что я спойлерить ничего не буду, там простейшая миссия. После нее вам предложат вернуться в потерянный город, послушать радио, а затем можно наконец забрать награду у Кейда. Так что теперь давайте глянем на экзот подробнее. Ее главный перк Возмездие Кейда – настоящее золото. Собирайте сферы силы или производите прицельные попадания, чтобы заполнить шкалу суперспособности этого оружия. Когда она заполняется, вы можете стрелять снарядами золотого пистолета. Шкала накопления заряда на этом оружии выглядит так же, как и на других подобных, например на нулевой ревизии. Она разделена на 4 деления. По мере того, как вы наносите прицельные попадания или собираете арбы силы, эта шкала будет заполняться. Арбы силы дают примерно треть прогресса на заполнение деления, а для заполнения всей шкалы потребуется где-то 10-12 арбов. Прицельные попадания дают что-то около 2-3 деления. Самое удивительное тут то, что процесс заполнения шкалы на золотой выстрел не сбрасывается после смерти или переключения оружия, что буквально делает этот заряд еще больше похожим на вторую маленькую ульту. Главное, чтобы патроны были. Хотя нет, даже этого не требуется. После того, как вы активируете вашу мини ульту снайпы, вы не будете расходовать свои базовые патроны, а значит сможете использовать эту винтовку, даже если у вас закончились специальные патроны, тогда, когда ваша шкала перка будет заполнена целиком. И тут важно сказать, что вы, возможно, заметили этот перк в столбце магазина. Золотые боеприпасы. Этот магазин получает дополнительные боеприпасы при каждом выстреле из золотого пистолета. На самом деле, работает он чуть иначе. Когда вы используете перк возмездия кейда, то есть активируете ульту, вам дают плюс 3 патрона. И они не пропадут, если вы не сделаете выстрелы ультующей винтовкой. Учитывайте эту возможность, если у вас закончились патроны, это буквально способ вернуть их в ваше оружие. Режим золотого пистолета на винтовке, как же странно это звучит, невероятно похож на суперспособность охотника и по характеристикам. Вы получите 3 выстрела в течение времени убывания шкалы. И как и в случае с золотым пистолетом, 2 и 3 выстрелы имеют повышенный прицельный урон. Каждый точный выстрел наносит больше урона. За второе попадание бонус составляет около 45%, а за третье попадание дают 90% к урону. По цифрам я не высчитывал прям до процента, но по заверениям других чуваков, отличие в уроне от аналогичной ульты охотника в пиковом значении составляет менее 10%, что очень круто, учитывая, что это просто перк винтовки, доступный всем на всех классах. И у вас, конечно, возник вопрос, работает ли шлем охотника Звездный полуночник на усиление этого выстрела? Да, чуваки, работает. Со шлемом вы получите не 3, а 1, но сверхмощный выстрел, который наносит примерно на 55% больше урона, чем 3 выстрела без этого шлема. Короче, я как охотник Мэйн, очевидно, буду рассматривать вариант идти с этой винтовкой новый рейд, если ее не заблокируют на время его прохождения, лол. Это точно один из лучших экзотов, что принесла нам финальная форма, вот прям на 5 звезд. Убедитесь, что подписаны на канал, что поставили лайк и прожали колокольчик. Спасибо за просмотр и увидимся совсем скоро на моих стримах или в следующем видео. Самый лучший из лучших сэр. Отличник. Отличник.